МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Персональные данные будут, на самом деле, скажем так, я бы не хотел говорить кошмарить бизнес, но в какой-то степени, конечно, у некоторой вроде это так есть. Да, эта тема явилась мотивирующим фактором для рынка и нам, как производителям, это на руку. Но, с другой стороны, нельзя и говорить о том, что не нужно защищать персональные данные. Потому что, когда вы приступаете к обработке персональных данных, прежде чем пожаловаться на то, как вам сложно обеспечить их защиту, как вам мешают регулирующие органы, нужно подумать в этот момент о том, что кто-то сейчас приступает к обработке ваших персональных данных. И все мы жалуемся на утечки баз данных, которые попадают в интернет и другие ресурсы, на митинский рынок. И то, что проблему нужно решать, это однозначно. Почему она так долго не решается? Ну, потому что она достаточно сложная. Сложная она не только у нас, она сложная во всем мире. Многие граждане стали осознавать 152-й закон просто как еще один инструмент потребительского экстремизма. Еще одна возможность пожаловаться, надавить на банк, на коммерческую структуру. И здесь люди достаточно быстро начинают ориентироваться, они знают, куда писать, это все быстро узнается. И они из этого исходят для себя вот с практической точки зрения. Люди, которые не связаны профессионально с этой деятельностью, они живут, скажем так, методом прецедентного права. Вот у него, когда что-то случилось, только тогда он эту проблему начинает осознавать. И примером этим может служить, между прочим, самым ярким – это пластиковые карты банковские. Вот пока у человека своих проблем не возникает, он пишет эти пин-коды себе на обратной стороне карточки и прочие вещи. А когда у него что-то происходит, он сначала долго кричит на банк, и после этого начинает уже что-то осознавать. Очень интересно, я по мере общения с людьми провожу такие эксперименты, задаю вопросы. А вы читали раздел, посвященный безопасности интернет-платежей на сайте вашего банка? Вот большинство просто даже не читало. Хотя у крупных банков у всех это написано. И достаточно подробно. Человек тут, как в поговорке, «Ешь, птица гордая, пока не пнешь, он не полетит». Поэтому это либо реализация угроз личных, которые он ощутит на себе, либо требования со стороны. Защита персональных данных, она не очень сильно отличается от защиты, в принципе, информации. Да, есть законы, есть нормативные, они такие, там, сякие. Но, в принципе, это техническая проблема, юридическая, которую в конечном счете решим. А она на самом деле глобальная, и вот именно, ну, потихонечку мы только начинаем выходить в ту сферу. Мы живем в век, когда мы, как граждане, сейчас катастрофически теряем свою privacy. Вопрос начинает за рамки не только персональных данных вылазить, а вообще за сферу, скажем так, которая, ну, можно назвать это проблемой информационного общества, как угодно. Потому что, с одной стороны, есть практическая задача о защите персональных данных, которую, да, в течение каких-то лет мы в той или иной степени ее решим. Вот. Но, с другой стороны, а что делать не с просто защитой из данных, как именно защитой информации, а что делать с менталитетом людей, их отношением к персональным данным? Сейчас растет поколение, для которых проблема персональных данных, в принципе, непонятна. И объяснить поколению, которое сейчас вываливает в социальные сети практически всю свою личную жизнь, такое понятие, как управление рисками, о том, что, ребята, вы же не знаете, что через 10 лет вам будет важно, что не важно. Еще совсем недавно, 15 лет назад, я помню, когда мы выводили, пытались продукт на коробочный уровень вывести и прийти с ним на средний и малый бизнес. И мы приходили к людям и разговаривали, и предлагали им защиту информации. На нас смотрели за достаточно большим непониманием. И на вопрос, а зачем, когда мы пытались рассказать, как злоумышленник может перехватить, например, почтовую корреспонденцию служебную. Вот мне люди, очень уважаемые, генеральные директора говорили, ну и что? Да пусть читают. Уральский форум – это мероприятие, именно которое призвано решить очень многие вопросы на уровнях как официальном, так и неофициальном. И вот именно слово «тусовка» оно подходит к нему больше всего. Это именно профессиональная тусовка. Даже если ты приехал не на весь срок, то там тебе два дня, то ты будешь все время в кругу, и ты все вопросы решишь. Потому что на вот московских наших мероприятиях мы очень часто пробегом, забегом там прибежал, выступил, убежал. Люди между собой эмигрируют в компании, перемешиваются. Ты сегодня там поговорил, завтра там пообщался, здесь посидели, там посидели. И в принципе, с большей частью участников форума ты так или иначе за эти пять дней обязательно где-то перетрешься в каких-то вечерних посиделках. И это как раз то, к чему, в общем-то, и призваны выездные мероприятия, именно больше неформального общения. Если туда приехал кто-то из регуляторов, и он выступил, то у тебя есть как минимум день для того, чтобы его найти, встретиться тут же в холле или в ресторане, за гедом или еще где-то, и решить вопросы, задать вопросы. Есть постоянный получастников, который уже является ядром, которым люди тянутся. И, кстати, здесь хотелось бы отметить наших банковских регуляторов, которые активно в этом участвуют. Вокруг, естественно, мы объединяемся, мы устраиваем посиделки где-то там в холле корпуса, с чаем, с гитарой и со всем остальным. Баланс между деловой программой, между свежими темами, новыми идеями и традиционной тусовкой нашего банковского сообщества вот как-то нам удается пока выдерживать интерес именно к форуму. Официальная часть, она тоже всегда достаточно содержательная. Почему? Потому что принято, что на Уральский форум люди выносят те темы, которые они, как правило, выношенные, вымученные, люди к этому как бы такую своеобразную премьеру дают. Это очень часто такое бывает, что не говорят от тех вещей, которые мы слышим еженедельно на других мероприятиях. И вот, наверное, здесь в свое время именно сплочение экспертного сообщества участников форума, от очистки тематики от излишнего маркетинга, излишней какой-то демагогии, вот ведения системы голосования там за доклады. То есть именно вот самообъединение участников форума, оно тоже, конечно, к этому способствует. Но я считаю, что мы добились результата, что темы там всегда звучат достаточно актуальные и полезные. На холод я никогда не жалуюсь. Я человек, который не любит жару, и поэтому мне все хорошо. Понимаете, есть человек, который лазит под воду температурой плюс 4, мне сложно напугать морозами, вот. Ну, я надеюсь, люди теплолюбивые, мы их там согреваем своей энергией, и они тоже не мерзнут. Хороший сибиряк это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Мы все постоянные участники форума, мы все знаем, что туда надо брать с собой. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok